Молодежный актив встретился с участниками специальной военной операции. Ребята узнали из первых уст о буднях российских военнослужащих на передовой и могли задать вопросы героям. За беседой наблюдала наша съемочная группа. Очень долго с супругой занимались гуманитаркой, еще и на входе, когда работал, возил туда. Долго я смотрел, присмотрелся, и у меня, если честно, все это не дает, вот эта вся ситуация, потому что общество в то время очень сильно разделилось, и все это в октябре, от прошлого года, соглашение ушло. Я войну встретил в самом Донецке. Мы как раз повезли туда гуманитарную помощь. Когда мы ехали туда, в Донецк, там за пару дней до начала СВО, мы видели, я везла туда гуманитарку со своими товарищами, и мы видели бесконечные вереницы автобусов. Там все знали, если мы сейчас не начнем, начнут они. 24 февраля 2022 года были на самом деле очень смешанные чувства, я думаю, у тех, то, что для меня, для обычного человека, естественно, сразу начал поддерживать наших, следить за всеми новостями, что там, как, в один прекрасный момент, без всякого боевого опыта, я взял и поехал туда. Все трое ушли в зону проведения СВО по зову сердца. Сейчас люберецкие бойцы в отпуске. Но и здесь, дома, они выполняют важную миссию. Рассказывают молодежи правду и объясняют, почему приняли решение стать добровольцами. Два года назад, когда президент принял решение, решение правильное абсолютно, мы его полностью поддерживаем, других и не могло быть, и на начальном этапе разного рода были мнения, сейчас мы уже все абсолютно как общество консолидированы и понимаем, что шансы другого не могло быть. Если бы не мы там, то, соответственно, все бы это было здесь. Во время беседы защитники поделились историями с передовой, рассказали о самых запоминающихся фрагментах. Не помню название деревни, когда заходили в Луганскую область. Местные жители, так скажем, кто сразу к нам подъехал, говорят, ребята, сопроводите, чтобы мы выехали отсюда, потому что там были обстрелы, ночью небо, как звездные войны, куча дронов. Подразделение 752 стояло насмерть, давая время нам и мирным жителям отойти. Мы отошли, закрепились вот на Сватово-Кременном рубеже, и они уже разбитые, не до конца, но мужественно, исполнив свой долг, и только по приказу они отошли за нас. И мы уже встретили, но мы уже были подготовлены, с окопами уже, и пополнение пришло. В один из дней ко мне подошла бабушка, обычно, может, лет 75, может быть, 80, обняла меня и сказала, слава Богу, вы пришли, мы вас так долго ждали. Вот этот момент мне очень сильно запомнился, я смотрю на эту разруху, на этот хаос и думаю, вот человек рад, что мы здесь. Значит, это не просто так все. В дискуссии также приняла участие Екатерина Скорикова. Уроженка Луганской области сегодня руководит пунктом сбора гуманитарной помощи в Одинцовском округе. В качестве волонтера она была на передовой более 30 раз. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.